всем привет меня зовут александр миленькин и мы продолжаем блок работы с нейронными сетями сегодня мы разберем как можно на ptorch обучать какие-то простые архитектуры чтобы решать например задачу классификации так хорошо перейдем к ноутбуку начнем с того что импортируем опять классические наш ptorch и поговорим теперь про датасет на котором мы сегодня будем решать задачу классификации датасет представляет из себя набор рукописных цифр все всего у нас есть там 60 тысяч изображений это изображение 28 на 28 пикселей на каждый каждому изображению соответствует класс соответствующего числа то есть от от 0 до 9 там у нас серые пиксели то есть у нас изображение плоские то есть имеет всего лишь один канал давайте попробуем импортировать этот этот сайт и посмотреть его размера здесь видим что у нас в тренировочной выборке у нас находится 60 тысяч изображений и в тестовой у нас еще 10000 для того чтобы отвалидировать модель сами изображения у нас состоят из имеет размерность 128 на 28 то есть как я сказал у нас 1 это канал и дальше у нас высота и ширина изображения теперь поговорим про такой полезный инструмент в пай торч как data loader в общем чтобы упростить работу с вашими данными в данном случае с картинками вы можете использовать это loader который автоматически умеет разбивать ваши набор до ваш набор данных на батче то есть на небольшую группу картинок данном случае на ваш размера 128 то есть на 128 картинок это сделано для того чтобы сразу не подгружать в оперативную память сразу все изображения потому что скорее всего они там не поместятся вот мы будем подгружать только небольшую их часть совершать обучение и дальше подгружать новый бач вот data loader когда мы по нему интервью регулируемся он умеет автоматически подгруппировать эти батчи при этом он умеет еще их если нужно как-то шафлить то есть миксовать чтобы у вас модель не обучалась сначала на одном классе потом на другом потом на третьем чтобы она обучалась сразу на случайном наборе классов и вот видим что если мы возьмем один одну итерацию по нашему data loader то мы получаем вот матч размера между 28 на 1 на 28 на 28 получается у нас в одном наборе в одном батче у нас 128 изображений и который имеет размерность 128 на 28 и при этом у нас еще есть набор правильных ответов то есть набор классов которые к которому принадлежат соответствующее изображение давайте построим небольшую простенькую модель не классификации изображений и причем как мы поставим построим давайте поговорим вообще говоря о том что нам нужно для построения модель вот у нас есть какой-то наш тензор обычно помимо наших данных нам еще нужно определиться с функцией потерь то есть с функцией ошибки которые мы будем пытаться автоматизировать данном случае мы воспользуемся функции кросс энтропии которая берется обратите внимание от логитов то есть от выходов вашей нейронной сети и сама уже работает со своими логитами том-то это нормирует ей так как ей нужно но вот то есть мы не работаем с уже готовыми вероятностями то есть мы не используем здесь softmax а именно то есть готовы работаем с среди выходами и вот давайте напишем простой цикл обучения мы проходим по количеству эпох эпоха это проход по всему по всему дата нашему дата сету заходим одну эпоху и дальше итерируемся по нашему дата лауда то есть перебираем наши батчи которые у нас формирует наш дата лауда данном случае наше так как наша картинка имеет размерность 28 на 28 пикселей мы сейчас сделаем совсем по простому мы просто вытянем нашу картинку в вектор фичей то есть это у нас будет просто не картинка а вытянутый список значений то есть просто вектор дальше мы вычисляем по нему по нашему батчу то есть так как мы реализуем сейчас однослойную нейронную сеть то есть мы инициализировали какой-то тензор весов при этом еще как-то от нормированный и при этом еще учитывающий что он требует градиентов то есть для него будет подсчитываться градиенты мы для этого вектора весов используя этот вектор весов умножаем наш на наш батч значений считаем вероятности и дальше мы подсчитываем функцию функцию ошибок то есть берем наши вероятности считаем там от них логарифм усредняем и дальше делаем бэквард по нашему по нашей функции ошибок то есть по нашей функции которая является по сути там некой ошибкой того как наша модель предсказала плюс для этой для этой функции ошибок известны лоссы мы вычисляем эти градиенты дальше делаем следующее мы делаем некий шаг градиентного спуска то есть у нас известные градиенты для нашего для нашей матрицы весов и мы просто напросто делаем шаг по по этой матрицы то есть по то есть совершаем некий градиентный спуск умножая при этом на лернингрейт наш наши градиенты и отнимая это от нашей матрицы вот и в конце мы обнуляем веса обнуляем наши градиенты это сделано для того чтобы они не накапливались и у нас не было какого-то аномального поведения работы нашей сети вот видим что у нас совершилось быстрее эпохи если теперь мы проверим как у нас менялась функция ошибок за по всем этим батчам за три эпохи мы получим примерно вот такой вид видим что действительно у нас функции функция ошибок уменьшалась по ходу обучения сети то есть видим хорошее поведение значит у нас должно быть какая-то адекватная точность и видим что за три цикла обучения наша нейронная сеть выучилась до точности в 90 процентов то есть в девяти случаях из десяти мы будем верно угадывать класс который изображен на картинке хорошо но обратите внимание сейчас мы почти в вручном режиме прописывали это обучение то есть мы сами инициализировали инициализировали матрицу весов то есть мы сами совершали вычисление вот этой функции потерь сами производили оптимизацию матрицы весов и это не очень удобно можно вообще-то говоря выйти немножко на более высокий уровень то есть увеличить уровень абстракции и сильно упростить я во первых код и во вторых себе задачу как это можно сделать во первых на пайторч можно можно использовать разные уровни об абстракции то есть можно использовать уже готовые различные модули которые позволяют вам писать меньше кода хорошо поговорим теперь про более сложные модели пайторч это достаточно гибкий фреймворк для построения любой нейронной сети и тут существует несколько уровней абстракции например первый уровень абстракции который мы как раз использовали выше называется bear bone это когда мы напрямую манипулируем тензорами то есть пишем перемножаем тензоры там напрямую руками там напрямую пишем оптимизацию весов этих тензоров вот это такой хороший способ но у него очень высокий уровень гибкости потому что мы можем сами кодировать там любые модули вот но при этом уровень комфорта достаточно низкий то есть нам все вещи приходится заново переписывать руками мы заново пишем слои бывают достаточно сложные слои и возникают какие-то они очень приятные вещи вот потому что сложность нейронных сетей она может сильно варьироваться и у нас могут возникать всякие там сложности которые нужно учитывать пай торч конечно их там решает при работе с тензорами они там какие какие-то сложности решены но все равно есть некоторые трудности вот есть второй уровень абстракции n-модуль он достаточно такой распространенный он более значит его чаще используют потому что у него также уровень гибкости высокий но при этом уровень комфорта средний вот уже выше чем чем когда мы пишем когда мы оперируем прям тензорами вот при этом если мы говорим про нм-модуль у нас и уже реализовано большое количество слоев там линейные слои слои активации слои для последовательности пуллинги дропауты бач нормы про все эти вещи мы еще поговорим в курсе вот при этом использованы различные аджакшн функции то есть функции потерь там кросс энтропия ннн лосс и на множество других там для задачи регрессии там мс е лоссы и так далее то есть уже очень много готовых решений которому мы можем просто вставлять себе в код нашу архитектуру и использовать вот есть третий способ тоже один из способов один из уровней абстракции это мод нн секент шоу он более такой менее гибкий но при этом достаточно удобно давайте сейчас про него как раз поговорим вот если мы захотели бы реализовать тот ту же нейронную сеть которая была выше то мы могли это сделать следующее мы берем в качестве первого слоя линейный слой который на вход подаются наши признаки которых там 28 на 28 на выходе у нас шестьдесят четыре слоя дальше мы используем функцию активации и еще один слой который будет переводе переводить переводить еще один линейный слой который будет переводить наши там 64 выхода в количество классов вот уже видим что намного комфортнее так как мы нам не нужно хранить несколько тензоров потому что по сути каждый линейный слой это тензор весов если бы мы оптимизировали такую сеть на уже там двухслой нам бы уже как бы так просто так просто бы не пришлось нам бы пришлось оптимизировать каждый из слоев там использовать их там перемножение и это было бы труднее вот таком виде задача решается уже намного проще и обратите внимание при задаче классификации нам не нужен softmax softmax на выходе потому что если мы используем там функцию потерь она уже умеет работать с логитами то есть выходами из линейного слоя и если даже у вас нейронная сеть очень длинная на этом архитектура сложная вы можете вот так руками не прописывать последовательно все слои а просто использовать метод это модуль для секвеншала и там в каком цикле итеративно повставлять ваши нужные слои вашу вашу архитектуру вот и сказать и вот есть удобный такой метод самаре из торч самаре который позволяет вам легко вашу архитектуру отрисовать хорошо давайте попробуем обучить вот это вот модель чуть выше и перед тем как ее обучать мы с вами еще раз обсудим какие три вещи нам нужны для обучения первое это конечно же модель второе это функция потерь или adjunct function это та функция которую мы хотим оптимизировать то есть мы верим что если мы пытаемся уменьшаем эту функцию то есть ищем для нее минимум мы при этом увеличиваем какую-то точность нашей модели вот и третье это оптимизация оптимизация это там по сути оптимизатор который пытается как раз таки минимизировать нашу функцию потерь и и когда мы переходим в пай торч с помощью всех этих трех для всех этих трех шагов у нас есть соответствующий модуль например для модели у нас есть н н н н модуль для функции потерь у нас есть также н н н модуль или еще есть модуль н н function по сути этом уже реализованные функции потерь и если мы говорим про какие-то оптимизаторы то у нас есть торч оптим в котором у нас хранятся различные оптимизаторы вот такие как например адам sgd то есть старый статистический там градиентный спуск один из тоже способов а оптимизации рмс проб к которым люди там узнали из по которым нет статей и они узнают как как какие-то слайды на лекция на 8 преподавателей вот и все ссылается на эти хорошо давайте для нашей задачи мы возьмем в качестве функции потерь кросс энтропию а для оптимизации мы возьмем оптимизатор адам с уже с лернингрейтом 10 единственная 10 в минус 3 из некоторыми параметрами бета хорошо хорошо запускаем нашу модель и вот смотрите уже используя ту модель которую мы написали выше с помощью nnn sequential у нас код уже стал более читаемый то есть уже намного комфортнее с ним работать но давайте поэтапно разберем что что здесь происходит первое мы также загружаем наш батч то есть вытянутый в линию переводим его на девайс то есть на данном случае на gpu и далее делаем следующее мы прогоняем его через нашу модель и получаем наши выходы наши логиты которые мы используем для того чтобы посчитать наш лосс то есть выше мы определили джакшин панкшин то есть функцию потерь помещаем в нашу функцию потерь на эти почитанные логиты и правильные значения классов и получаем лосс ну и еще записываем чтобы потом отрисовать его поведение а далее по этому лоссу мы делаем бэквард то есть рассчитываем градиенты чтобы узнать как наша функция потерь зависит от параметров модели и чтобы эти параметры дальше использовать эти градиенты и оптимизировать оптимизировать веса параметры нашей модели мы используем оптимайзер делаем оптимайзер .step то есть делаем шаг градиентного спуска и обратите внимание на некую магию наш оптимайзер как-то оптимизирует наши параметры нашей модели хотя мы ему по сути их не подаем в явном виде суть очень проста когда мы этот параметр когда мы оптимайзер наш задавали мы ему на вход передали модели нашей параметры нашей модели и теперь оптимайзер вообще так говоря про них знает и каждый раз когда мы делаем лосс бэквард наши градиенты обновляются и дальше оптимайзер делает шаг градиентного спуска по параметрам про которые он уже знает вот и теперь если мы обучимся в три эпохи теперь обратите внимание у нас сейчас уже двухслойная сеть и посмотрим на поведение функции потерь вот она имеет примерно вот такой вид то есть все опять хорошо и при этом получаем точность уже девяносто три процента то есть выше чем когда мы использовали модель в один слой что уже логично потому что мы усложнили усложнили архитектуры нашей модели и как бы увеличили соответственно ее точно на этом у нас сегодня все давайте еще раз кратко пробежимся по тому о чем мы сегодня поговорили то есть когда мы строим нашу нейронную сеть мы говорим в первых про модель которую мы выбираем второе это функцию потерь которую мы будем оптимизировать и дальше третье это наш оптимизатор который мы используем для того чтобы нашу функцию потерь оптимизировать вот и давайте еще запомним важные шаги для того чтобы совершить это обучение то есть совершить наш train loop то есть цикл обучения существует вообще вообще-то говоря разные техники обучения но мы поговорили про самую простую и такую популярную первое что мы делаем мы подгружаем наш батч почему мы подгружаем только батч а не сразу все картинки потому что нам у нас есть ограничения по оперативной памяти и мы не можем оперативной памяти хранить сразу все далее дальше выполняем проход по нашей сети по нашей нейронной сети и получаем логиты то есть выходы нашей нейронной сети подсчитываем функцию потерь подсчитываем градиенты от которых зависит наша функция потерь и делаем шаг оптимизации вот ну и конечно же еще пару таких нюансов просто помните про них это то что вам нужно обнулять градиенты если вы не хотите какого-то аномального поведения вашей сети потому что каждый раз когда вы когда вы производите вычисления у вас подсчитываются градиенты если вы их не не обнуляете то у вас они будут накапливаться вот и это не очень хорошо нужно их обнулять и конечно же валидация на каждом шаге еще важно валидировать вот и по предыдущему пункту еще скажу что вы когда обнуляете градиенты важно это делать не в момент ну в любой можно это делать в любой момент но только лишь не не между тем как вы вычислили эти градиенты и пытаетесь по ним оптимизировать то есть в любой момент но только не между loss backward и optimizer step вот на этом давайте заканчивать мы сегодня разобрали такую популярную технику обучения вашей нейронной сетки при этом мы с вами почти руками написали нашу какую-то простую архитектуру наши двухслойную модель показали что она достаточно хорошо справляется с классификацией то есть что мы можем спокойно на не очень я бы сказал сложной архитектуре добиться достаточно хорошей точности все на этом давайте прощаться в поле и на и и и и и и